Хорошо, мы продолжаем изучение книги «Деяния апостолов». Во время изучения этой книги мы с вами столкнулись с разными моментами в жизни миссионеров и в жизни Церкви. Мы столкнулись с разногласиями, мы столкнулись с конфликтами. И нападки были от внешних фарисеев, книжников, фактически те люди, которые распяли Господа нашего Иисуса Христа и нападали также на Церковь. Мы изучали, мало того, были и нападки из внутренних. Это так называемые уверовавшие иудеи, которые требовали, чтобы язычники должны обрезаться, соблюсти Божий закон для того, чтобы они были истинными, спасенными людьми. Другими словами, они говорили о том, что им нужно присоединиться к иудеям, то есть язычники, которые спаслись, должны присоединиться в иудаизм. И таким образом, дальше соблюдая закон Моисеев, стать спасенным человеком. Сегодня мы продолжим изучение, как вот этот конфликт, который возник в Антиохийской Церкви, как это привело к Иерусалимскому Собору. В прошлый раз мы в 15 главе книги «Деяния апостолов» рассмотрели этот Собор. Мы две проповеди посвятили этому Собору, и мы знаем решение этого Собора, как они должны, то есть язычники, реагировать на это требование. Они написали письмо, и это письмо поручили вместе с Павлом и Варнавою еще двум братьям из Иерусалима, иуде и Исиле. И вот сегодня мы будем рассматривать, как они принесли это письмо, и как их встретили, как их приняли, какая реакция была после этого письма. Но мы встретимся сегодня еще с одним конфликтом, с разногласием. И это уже не касается от внешних людей. Мы сегодня рассмотрим разногласия и огорчения, которые случилось среди братьев. Среди друзей, среди миссионеров. Между Павлом и Варнавою. Как это могло случиться? Что стало причиной? Какие уроки мы можем извлечь из этой истории? Мы будем говорить, мы будем читать сейчас 15 главу с 30 по 41 стихи. И сразу же скажу, что мы можем разбить этот отрывок на три основные части. Это происходит в Антиохийской церкви, поэтому мы обратим внимание на радость в Антиохийской церкви. С 30 по 33 стихи мы обратим внимание на огорчение, которое произошло в Антиохийской церкви. И также две группы миссионеров, которые вышли из Антиохийской церкви. Итак, давайте прочитаем этот текст, и мы извлечем важные уроки для нашей духовной жизни. С 30 стиха мы читаем такие слова. Итак, простившись, они сошли в Антиохию и, собрав общину, вручили письмо. Те же, прочитав письмо, были рады этому наставлению. А Иуда и Сила, будучи и сами пророками, обильным словом наставили братьев и утвердили. И, проведя так некоторое время, они с миром отпущены были братьями к пославщим их. Но Силе угодно было остаться там. Павел же и Варнава оставались в Антиохии, уча и благовествуя совместно и с многими другими Слово Господне. Но через несколько дней сказал Варнаве Павел, вернемся, посетим братьев в каждом городе, где мы возвестили Слово Господне, как они живут. Варнава же хотел взять с собой и Иоанна, называемого Марком. Но Павел настаивал на том, чтобы того, кто отстал от них в Памфилии и не пошел с ними на дело, этого с собой не брать. Произошло же острое разногласие, так что они расстались друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. А Павла, братья, поручили благодати Господней, и он, избрав себе силу, отправился в путь. И проходил Сирию и Киликию, утверждая церковь. Заметьте, здесь церковь в единственном числе не церкви, хотя он посещал поместные церкви. Но здесь подчеркивается, что эти поместные церкви, они составляют одну вселенскую церковь. И вот он утверждал их. Итак, как мы уже говорили, самое первое мы находим здесь, в этом отрывке, радость. Радость, которую постигла в антиохийской церкви. И давайте посмотрим в начале 30-31 стихи, что предшествовало. То есть радость от вести из Иерусалима. Заметьте, вот каким образом эта радость пришла. Посмотрите еще раз 30-31 стихи. И так, простившись, они сошли в Антиохию и, собрав общину, вручили письмо. Те же, прочитав письмо, были рады этому наставлению. Мы видим о том, что эти посланники из Иерусалимского собора, они взяли это письмо и они приходят вместе с Павлом и Варнавою. Вы помните, Павел и Варнава были отправлены из антиохийской церкви, чтобы разобраться в этом спорном вопросе. Иерусалимский собор принял решение, написали письмо, и они отправили еще двух братьев из Иерусалимской церкви. И это очень важно было. Почему? Потому что Павел и Варнава были непосредственными участниками этого конфликта. А тут, чтобы подтвердить еще больше это решение, двух делегатов они отправляют, двух братьев они назвали пророками. И вот тогда они пришли, они вручили это письмо, прочитали это письмо. И что же они услышали, язычники? Язычники услышали главную весть, что уверовавшие язычники в Иисуса принимались как христиане и не должны были становиться в то же время иудеями. Им не нужно было в дополнение что-то сделать для своего спасения. И заметьте, вот эта истина, когда утверждается, это приносит огромную радость этой церкви. Огромную радость уверовавших людей. Дорогие братья, сестры, дорогие друзья, запомните, когда в вашей жизни вы убеждаетесь в истине, вы обретаете огромную радость. Радость, потому что истина освобождает вас от бремени. Истина освобождает вас от рабства. Истина не возлагает вас больше в бремени. Это легкое, как говорит Иисус Христос, бремя. Вспоминайте, как Иисус Христос говорил, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго моё благо, и бремя моё легко». Здесь Иисус Христос зовет всех тех, которые труждающиеся и обремененные. Другими словами, те, которые находятся под иго рабства. И в первую очередь все люди находятся под иго греха. И грех порабощает человека. И когда человек старается избавиться от этого иго, у него ничего не получается. И он старается и предпринимает разные способы. Вот иудеи, например. Они старались зарабатывать свое спасение. И у них это ничего не получалось, и потому они были обремененные. У них были 613 заповедей, которых они должны были безукоризненно исполнить. Дорогие, кто это может сделать? Никто из людей не может исполнить бремя закона. Закон, который порабощает человека. Закон, который показывает проблему человека. Греховность, но закон не освобождает. Закон должен нас привести к Иисусу Христу. И когда вы обремененные этими грехами, этими стараниями, у вас ничего не получается. Представьте себе, вы работали, работали в поте лица, и вам ничего не заплатили. Вот что значит зарабатывать свое спасение через исполнение закона. Вы стараетесь, а результат ной. Вы понимаете? Вы удручены, вы расстроены, вы раздавлены. А Христос говорит, придите ко мне. Я освобожу вас. Придите ко мне и научитесь от меня. Ибо иго моё легко, бремя моё легко. Вот то, что на вас возложат иго Христа, это не будет натирать вам в шею. Это будет вам удобно. Почему? Потому что мы читали уже. Христос понёс за вас, за ваши грехи, наказание. Дорогие, вам не нужно ничего зарабатывать. Вам нужно просто отдать свои грехи и избавиться от этих грехов. Вам нужно насладиться, что за вас всё сделали. За вас всё сделал Христос. Вот почему это освобождает. Вот почему это приносит радость. И когда вот они открыли эту истину, дорогие, вы уверовали, вам не нужно ничего добавлять этому. Как только вы что-то добавляете этому, или обрезание, или что-то другое, другие какие-то обряды для того, чтобы заработать спасение, вы снова порабощаете себя. Вот что говорит этот текст. Вы снова поставили себя под рабство и снова уничтожили всё, что сделал для вас Христос. И это послание к Галатам чётко говорит апостол Павел. Вы, добавляя что-то в делу Христа, вы остались без благодати. Вы остались без Христа. Вы уничтожили всё, что для вас Христос сделал. Поэтому, дорогие, цените истину. Пребывайте в истине. Пребывайте в этой свободе. Не добавляйте ничего для вашего спасения. Иначе вы будете порабощать себя снова бременем неудобоносимым. Вы думаете, это простой вопрос? Если вы какими-то делами, обрядами думаете угодить Богу, а вы находитесь уже в этой рабстве. я часто привожу этот пример, потому что это боль моей души. Две самые близкие для меня люди – это мама моя, сестра моя. вот я когда приезжаю туда, я наблюдаю, как они каждый день с утра начинают длительные обряды совершать. потому что их так наставил ихний наставник, священник, так называемый. И вот они совершают разные какие-то чтения, молитв. Причем священное писание абсолютно не открывается. Разные молитвы, разные чтения. Тут надо вот эти свечи поставить, тут надо вот это сделать. И это длительно, и каждый день это проходит. И когда вы задаете им вопрос, я задаю им вопрос о спасении. У них нет никакой надежды. Дорогие, обряды не дают вам свободу. Вы не можете угодить Богу ничем. У вас нет никаких средств. У вас есть только одно средство. Это ваша вера, то, что сделал Иисус Христос. Не порабощайте, не добавляйте ничего этому. Итак, мы видим радость от того, что пришли братья, принесли весть. Это истина. Мало того, радость от труда братьев из Иерусалима. 32-33 стихи. Можно назад вернуть этот отрывок. А Иуда и Сила, будучи и сами пророками. 32-33. Иуда и Сила, будучи сами пророками, обильным словом наставили братьев и утвердили. И, приведя так, некоторое время они с миром отпущены, были братьями, пославшим их. Заметьте, они пришли и обильным словом. Когда верные братья приезжают в вашу церковь, вот подобно, как Рома и Марин, вы заметили, я правильно произнес имя, они приносят радость. Вот что-то подобное здесь приходит. Мало того, эти братья были пророками, они проповедуют, они утверждают истину. И, смотрите, написано, что Словом наставили братьев и утвердили. Друзья, ваша сила, насколько вы наставлены в Слове, насколько вы пребываете в Слове, вы хотите быть сильным христианином, у вас не получится никак, если вы не будете наставлены Словом. Вы видите? Они наставили братьев и утвердили. Практикуйте, не пренебрегайте. Самостоятельное изучение Писания. Слушать проповеди, проверять проповеди. И когда вы увидели, что это истина, утвердитесь в этом. Утвердитесь в этом и стоите в этом крепко. И мы видим, что они наставили их, и они были с миром отпущены, благословила их антиохийская церковь, и они возвратились в Иерусалим. И дальше это мы переходим, вот то, что радость потом заменяется, это огорчение в антиохийской церкви, и это непосредственно касалось Павла и Варнавы, но это отразилось на всю церковь. На всю церковь, естественно. Посмотрите, что происходит. Давайте обратим внимание на обстоятельства, которые предшествовали огорчению. Это с 34 по 36 стихи. Посмотрите. Но силе угодно было остаться там. Павел же и Варнава оставались в антиохии, уча и благовествуя совместно и с многими другими Слово Господне. Но через несколько дней сказал Варнаве Павел, вернемся, посетим братьев в каждом городе, где мы возвестили Слово Господне, как они живут. То есть мы видим здесь, что Павел и Варнава некоторое время оставались. Мы не знаем, сколько времени они оставались. Скорее всего, они перезимовали там, и когда настала весна, когда можно было уже путешествовать, Павел предлагает Варнаве, давай посетим те церкви в Киликии, в Сирии, в Галатии. Мы это все проходили с вами уже, посетим. Фактически апостол Павел хочет уже готовиться ко второму миссионерскому путешествию. Первое миссионерское путешествие мы с вами изучали, теперь второе миссионерское путешествие. Апостол Павел предлагает Варнаве. Здесь написано в 34 стихе, что силе угодно было остаться там, но, скорее всего, что этого отрывка нет в оригинальном тексте. Возможно, переписчики это добавили для того, чтобы объяснить, как сила появилась, когда Павел берет его. Но четко сказано в предыдущем стихе, что они были отправлены в Иерусалим. Каким-то образом потом они снова сходятся с Павлом. И мы видим дальше, с 37 стиха, это причина огорчения. Павел предложил, а Варнава же хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Но Павел настаивал на том, чтобы того, кто отстал от них в Памфилии и не пошел с ними на дело, этого с собой не брать. Произошло же острое разногласие. Мы знаем, кто такой Иоанн Марк. Это племянник Варнавы. Мы знаем, что в первом миссионерском путешествии он сопровождал Павлу и Варнаву. И когда они находились в Памфилии, помните, если вы помните эту проповедь, после Памфилии им надо было идти дальше. Это была сложная дорога, опасная дорога. И, скорее всего, из-за этого Марк решил вернуться в Иерусалим. не хочу с вами. Не знаю, боюсь, одним словом, он отстал. А вот здесь, когда они снова собрались, Варнава решил, давайте возьмем Марка. Павел говорит, нет. Он ненадежный. Он был, он имел такую огромную привилегию быть с нами, с апостолами в служении. Он дезертировал. Он еще не дорос до этого. И здесь написано, что возникло такое острое, острое разногласие, что это было серьезное огорчение. Никак не могли этот вопрос согласовать. Скорее всего, дорогие, они по-своему, каждый на своем месте, скорее всего, правы. Ну, давайте подумаем. Варнава хотел взять, ну, Варнава считает, что Марк, ну, надо дать возможность. Он достойный. Он считает в нем потенциал такой, что он может быть полезным для Бога. Павел говорит, нет. Он еще не дорос. Ему нужно расти, чтобы быть служителем вместе с апостолами. Ему немножко нужно. Пусть подождет. Ну, можно ли было здесь решить каким-то образом этот вопрос? Заметьте, Лука не сообщает, как дальше у них сложились отношения. То есть после этого в книге «Деяния» мы не узнаем фактически ничего. Но если мы посмотрим там другие места, там у нас будет возможности увидеть, как дальше они примирились или не примирились, или какие у них были после этого отношения. Но здесь мы видим результат огорчения. так, что они расстались друг с другом. Два друга, два великих миссионера, два фактически апостола, хотя Варнава не в прямом смысле апостол, но он назван тоже, потому что среди апостолов совершал служение. И вот они расстаются. Их не пути расходятся. Это серьезная проблема, друзья. Но причина эта стоила бы, стоила ли того? Ну, неужели Павел не мог уступить другу своему? Ну, вот он настаивает сильно, ну, насколько это принципиальный вопрос. Он мог сказать, ну, хорошо, я не согласен с тобой, Варнава, но раз ты так настаиваешь ради братской любви, ну, возьмешь, но Бог пусть покажет в дальнейшем. Или мог Варнава сказать, ну, надо помочь брату молодому. Что ж ты, Павел, оставляешь? Ну, хорошо, раз ты так настаиваешь. Ну, оставим, но пусть тогда Бог покажет, что все-таки, Павел, ты очень строгий. Заметьте, друзья, здесь можно было бы этот вопрос? Хотя мы подробности не знаем, но причину здесь сообщается. Он сдезертировал. У нас нет доверия в нем. Возможно, когда он оставил, они сильно нуждались в его помощи. Помните? Трудная дорога. Это первое. Первые проходят сложные пути для утверждения, для образования церкви. Но когда мы читаем дальше, когда мы читаем дальше другие тексты из Священного Писания, слава Богу, что между ними не произошел как бы раскол окончательный. Их не пути как бы разошлись, но посмотрите, некоторые тексты мы читаем, например, 1 Коринфянам 9, главе 5 и 6 стихи. Мы читаем о том, что Павел и Варнава остались друзьями. Посмотрите. Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни, и Кифа. И потом 6 стих. Или один я и Варнава не имеем власти, не работать. Здесь он ставит пример, аргументирует какой-то вопрос. Это касалось проблемой Каримской церкви. Но важно, что апостол Павел говорит, я и Варнава. Заметьте, это уже позже происходит. И у них, слава Богу, братское общение уже продолжается снова. Давайте посмотрим про Марка. Мы знаем, друзья, мы знаем, что после этого Марк был... У Марка было падение, но после этого есть случай Бог, здесь вмещался Бог. И посмотрите несколько текстов, три текста, мы обратим внимание. В Колоссианах 4 глава 10 стих приветствует вас. Аристарх, это Павел пишет в Колоссской церкви, заключенный вместе со мной и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание. Если придет к вам, примите его. Смотрите, Марк уже в деле. Марк уже служит вместе с апостолом Павлом, и апостол Павел дает рекомендацию Марку. Посмотрите, любимый стих Саши Гордиенко. Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. Вот он один раз позвонил своей жене, и этими словами, Марка возьми и приведи с собою. Вот мы видим здесь, что апостол Павел уже рассчитывает на служение Марка. Или Филимонуа, первая глава, 24 стих, апостол Павел передает, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Мы видим, друзья, здесь, что в Бог вмещается. Если братья не смогли друг другу уступить, друзья, они разобрались, мы должны помнить, мы должны помнить, есть вещи, которые принципиальнее, и здесь надо горой стоять, а есть вещи, которые второстепенные. Я считаю, что этот вопрос, этот вопрос можно было без конфликта решить. Можно было без конфликта решить. И в Братском Совете у нас возникают разные вопросы. Слава Богу, что в принципиальных вопросах у нас никогда не возникало разногласия. Но во второстепенных вопросах у нас часто возникает. Но мы приходим к единству. Мы приходим к единству. Я уступаю братьям, братья уступают мне, братья друг другу уступают, потому что это второстепенный вопрос. От этого не пострадает ни церковь. От этого не пострадает, вот если бы вот здесь они пришли с согласию, не пострадало бы ничего. Возможно, Бог уже показал бы в этом случае. Они проявили бы любовь, они не разошлись бы, и там уже Марк уже поднялся бы. Уже в этом, во втором миссионерском служении. Возможно, и не так. Возможно, кто-то из них ощипся бы, но они могли сказать, ну, брат, я все-таки был прав, не нужно было брать. Или же, о, брат, видишь, хорошо, что мы взяли. Видите? Ну, если не так, не взяли, по-другому Бог показал бы. Тем не менее, случилось, как случилось, так? И мы знаем, что Марк поднялся благодаря чьему служению? Каким образом Марк потом поднялся? Во-первых, я считаю, что Бог использовал этот вопрос. Божье провидение использует этот момент, и Бог начинает работать в жизни Марка. Я хочу очень важный момент сказать, дорогие, когда вас кто-то огорчает, послушайте внимательно, когда вас кто-то огорчает, когда вы иногда от брата или от сестры уходите сокрушенным, не обращайте внимания на брата, на сестру. Посмотрите, что Бог, какую работу Бог хочет произвести в вашей жизни. В жизни Марка это было, я думаю, что серьезное потрясение. Бог начал работать над его сердцем. Возможно, этот был, этот случай, когда он вот был в падении, именно в этот случай использовал Бог, чтобы его поднять. Друзья, я могу по себе сказать, а я проходил сложные пути в жизни, часто ко мне очень часто братья несправедливо поступали. Я это могу смело сказать перед Богом. И это были старшие братья, но Бог работал над моим сердцем. Бог работал над моим сердцем, и Он никогда не оставлял меня раздавленным. Ищите у Бога, спросите у Бога, что Бог хочет с вами сделать в этой ситуации. Бог привел Марка к Петру. Петр нашел каким-то образом ключ к его сердцу. И посмотрите, насколько Бог поднял Марка. Марк стал одним из евангелистов. Марк написал Евангелие. Этот Марк, которого Павел вообще не хотел его брать, Смотрите, насколько Бог поднимает. Дорогие, когда происходит вот это огорчение в вашей жизни, проблема не в том, что даже если падение происходит, для Марка это было падение. Когда вы падаете, проблема не в том, что вы упали, а проблема будет в том, что вы ничего не делаете для того, чтобы подняться. Вы не открываете свое сердце для Божьей работы. И вы остаетесь там, и вы не хотите подняться. Но если вы, друзья, здесь, у вас всегда есть шанс. Вы упали, Христос говорит, ты можешь подняться, не оставайся там. Бог всегда говорит вам, друзья, у тебя всегда есть шанс, и это твой шанс, это я, Христос говорит. поднимись, я подниму тебя, я помогу тебе. И Божье провидение иногда допускает, потому что мы несовершенны, иногда допускает, как это случилось с жизнью Павла и Варнавы, они разошлись, иногда расходятся пути братьев, но это не должно привести к окончательному конфликту. И у нас есть яркий пример, наш выход из храма, это был сложный путь, это был непростой путь, но Божье провидение ведет так. И Божье провидение, смотрите, как, вот Божье провидение что делает? Наше несовершенное действие Бог обращает в добро. Марк поднялся, мало того, тут образовалось две миссионерские группы, не одно, а две, и вот мы видим здесь две группы миссионеров из Антиохийской церкви, Иварнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павла братья поручили благодати Господней, и он, избрав себе силу, отправился в путь, и приходил в Сирию и Киликию, утверждая церковь. Смотрите, несколько моментов здесь, во-первых, образуются две группы миссионеров, Варнава берет Марка, и они плывут в Кипр, кстати, в книге Деяния про Варнаву больше мы ничего не узнаем, только в посланиях, и про Марка ничего в книге Деяния, как и про Петра, после 15 главы про Петра тоже ничего не узнаем в книге Деяния. Дальше мы не встречаем, это только мы будем касаться Павла и его деятельности, его служения. Вот, а здесь мы видим, что это первая группа была Варнава и Марк, вторая группа это Павел и Сила, 40-е, 41-е, а Павла братья поручили благодати Господней, и он избрав себе силу. То есть, знаменитые, здесь появляется еще один миссионер. И многие исследователи считают, что это было очень важный и полезный выбор для церкви. И несколько причин, почему. Сила был официальным представителем Иерусалимской церкви. Это очень важно, когда вы идете к язычникам, материнская церковь, Иерусалимская церковь отправляет своего служителя. И тогда вот эти конфликты, которые происходят между язычниками и иудеями, очень легко решить, когда есть представитель Иерусалимской церкви. Он был римским гражданином, и это открывает дороги, друзья. Мало того, он был пророком. Пророком он обильно может наставлять Словом Божьим. В Антиохийской церкви хорошо знали этого брата, поэтому вместе с Павлом это легко было поручить им какое-то задание. Потом мы знаем, что из-за того, что Сила помогал Петру. Вы знаете, что Сила был секретарем Петра? Посмотрите вместе со мной 1 Петра 5.12. Сила еще его второе имя Силуан и в некоторых местах так и видно. он очень хорошо владел греческим языком. Это он гримский гражданин, хорошо владеет греческим языком, он может писать. То есть это очень сильная помощь в вашем труде, друзья. И вот мы читаем все кратко написал я вам пишет Петр через Силуана верного как думаю вашего брата. Поэтому это был очень такой благословенный выбор, когда силу взяли, но я хочу обратить внимание, заметьте, как Сила или Силуан и как Марк они обе служат двум великим миссионерам Петру и Павлу. Мало того, вы знаете, друзья, что между Петром и Павлом также были непростые моменты в жизни. Вы знаете, в Галатам, когда вы читаете, Павел лично обличил Петра главного апостола в лицемерии. И это удивительный момент. Но смотрите, друзья, это не помешало им оставаться друзьями. Это не помешало им помогать Марку Силе. Они вот, заметьте, что их объединяет, друзья? Их объединяет Христос и Его дело. У них есть натянутые отношения, но Христос объединяет их. Ради дела Христова они остаются не просто сотрудникам издалека, они остаются друзьями. Потому что они в одном деле. Друзья, никакое человеческое несовершенство вас не должно разделять. Это ничего общего не имеет с христианством. Вас должно объединять Христос. Мы не все несовершенные. Мы недостаточные, недостойные. Мы можем ляпнуть что угодно. Я даже с кафедры иногда что не надо ляпаю. А тем более в личном общении я могу что-то ляпнуть. И вы можете это ляпнуть, друзья, но это не должно привести как взирайте на Христа и взирайте, что и вы тоже несовершенны. Вы точно так же что-то ляпаете и точно так же допускаете ошибки. Поэтому это яркий пример, яркий пример, как Христос объединяет и как служители и члены церкви становятся полезными для церкви. Пусть Бог благословит друзьям. Будьте всегда инструментом в Божьих руках. Имейте чуткость, как Бог работает в вашей жизни. Через огорчение даже. Имейте мудрость различать, где вы должны быть принципиальными. Доктринальных вещах, которые касаются личности Христа, Троицы, спасения. Будьте принципиальным. А во второстепенных вещах будьте готовы уступить ради Христа. Ради единства. И доверяйте Богу до конца, если даже вас огорчают. Поднимитесь Божьей силой. Аминь. Омолимся. Субтитры создавал DimaTorzok